Обойти несколько палаток можно за считанные минуты. У небогатых прилавков практически не задерживаются покупатели. Те, кто все-таки пришел за продуктами и низкими ценами, уходят разочарованными. По словам покупателей, выбор продуктов на ярмарке невелик. Да и цены почти такие же, как на рынке. Выбор скудный. По ценам зелень вроде так же, как и в городе, если честно. Я сейчас взяла. А что вы купили еще? Зелень, капусту. Можно взять, если честно, на оптовку поехать. И хотя бы копеек на 20 дешевле. То есть разницы для вас нет? Да. Можно было бы и дешевле? Да. Ну, может, из-за того, что здесь мало народу, поэтому ассортимент как бы маленький. В газете прочитала и сюда прибежала. А тут что-то виднота такая, никакого базара почти нет. Ну, маловато, конечно. Побольше бы желательно, чтобы вывозили, чтобы мы туда не ходили на базар, а тут рядышко. В середине богатого выбора были представлены картошка по 60 тенге за килограмм, лук 60 тенге, зелень от 50 до 100 тенге, огурцы по 450 тенге за кило, яблоки от 180 тенге, рыба от 300 тенге и печенье от 350 тенге. Торговцев мясом на рынке не оказалось. Чтобы не уходить с пустыми руками, горожане покупали готовый шашлык. Я сегодня на ярмарку за мясом пришел, но его здесь не оказалось. Решил не уходить с пустыми руками. Купил несколько палок шашлыка. Недовольные продавцы говорят, что стоят с самого утра, а покупатели редко заглядывают на ярмарку. Кроме картошки, все остальные овощи привозим с Сарагаша. Здесь, оказывается, ярмарку уже вторую неделю проводят. В субботу мы стояли там, где тысячи мелочей. Здесь очень слабо торговля идет, людей мало. Нам не очень выгодно, ведь расходы на дорогу еще есть. К слову, представителей отдела предпринимательства и других чиновников на ярмарке не было. Видимо, они были уверены в приемлемых ценах ярмарки, что в личном контроле нет необходимости. Жантов Торбай, Николай Иванов, Камила Сейфулина, информационная служба, телекомпания ОТРАР.